О, мой Бог! О, мой Бог! Это откровение обратит нас. И вы, и я имеем привилегию и честь находиться у подножия лучшего от Бога. И мы здесь. И вы думаете, я достану часы из моего кармана. О-оу! Нет, нет, нет! Нет, сэр! Поэтому мы провозглашаем свободу. Халилуя! Халилуя! Отец, мы просто прославляем и благословляем Тебя. Благодарим Тебя. Мы готовы слушать. Мы готовы, и мы будем действовать в том, что услышим. Во имя Иисуса. Амен! Халилуя! 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 Петт Харрисон, подойди ко мне. Пять двадцать, сегодня утром. Пять двадцать, сегодня утром. Меня разбудил Святой Дух. И я молился два часа и сорок минут. В 1983 году я был в церкви Джона Остина. Впервые на такого рода собрании. И твой Отец проповедовал. Я не знал его. Господь заговорил ко мне лично о моих отношениях с Ним. И о той связи, которая будет между нами в предстоящие годы. Он сказал мне об этом помазании. Я ничего не знал об этом помазании. И он сказал мне о том, какую роль я буду играть в его помазании. Некоторые из тех вещей все еще происходят, а многие уже произошли. Но Господь сказал мне, говорить к тебе, сказать тебе, прекратить отступать от того помазания, которое на тебе. Многое должно быть оставлено, потому что ты закрывалась, получала эти болезненные удары, потому что ты женщина. Но Господь сказал сказать тебе, что на тебе помазание твоего отца, такое же большое, какое есть у кого-либо в этом мире. И если ты не выступишь, эти вещи не оставят тебя. Господь сказал сказать тебе, ты находишься в особом положении сейчас, и Он сохраняет эту позицию. Выйди в этом помазании и позволь Ему использовать тебя, как Он использовал тебя в прошлые годы. И иди и перестань прятаться из-за того, что кто-то что-то говорит о тебе и сделал тебе. Сейчас время для тебя подняться и позволить тому помазанию течь и вновь я хочу напомнить тебе. И снова я хочу напомнить. Я уже говорил. Я говорил косвенно, а сейчас скажу смело. Я не знаю другого человека на лице земли, который имел бы такое помазание, какое есть у твоего отца. Бог сказал мне это сказать. И Он сказал мне в 1983-м, что Он дал мне его. Я не знал тогда, о чем Он говорил. Я был баптистским парнем, я многого не знал, и у меня было некоторое помазание. Но я не знал, о каком помазании Он говорил. Но я увидел, как ты движешься в духе, и я увидел помазание твоего отца, сильное и мощное, более сильное, чем на ком-либо другом. Поэтому сейчас время для тебя. Идти вперед и делай, делай, делай это, делай это, делай это. Хорошо, давайте проставим Господа. Делай это. Делай это. Делай это. Давид, ты и Трэйси, там быстро, придите сюда. Вместе с тем я знаю, что когда я здесь, я дома. Здесь, в этой церкви, особенная атмосфера. Джордж и его жена Терри и семья Копландов. Я люблю быть на этом месте более, чем на другом каком-либо месте. Есть одно место в Монсиньяно, я расскажу через несколько минут. Я пришел туда, и вот сила. Святой Дух начал действовать. В маленькой церкви в Ансторе, там один из моих сыновей. Но помазание действительно текло на том месте. Но ты должен быть на передовой. И это случится вскоре, что ты окажешься на передовой. Ты мал в собственных глазах. Но Бог собирается сделать мощные и великие вещи через тебя из-за твоего отношения, из-за твоего усилия, из-за твоей жажды Духа Святого. И по причине определенных связей, которые ты имеешь, Бог собирается употребить тебя. Просто прими свое время. Подчинись Господу. И это осуществится. Отец, мы благодарим тебя за эту возможность служить служителям, мужам и женам Божьим. Мы не относимся к этому поверхностно. Мы восклицаем, чтобы благодарить за огромное служение, которое мы слышали. На самом деле мы слышали наших отцов веры, которые говорили нам о этом служении. Людей, которые ходят в этом долгое время. И мы так благодарны. Мы благодарны за этих матерей веры, как мы их называем, которые здесь, которые находятся в этом послушании долгое время. И мы славим тебя и взываем к тебе сегодня, чтобы это послание, которое ты положил в наши сердца, мы знаем, что не нашей силой, не нашей властью, но твоим Духом. И мы верим, что мужи и жены получат ответы сегодня, о которых они взывали в течение многих-многих-многих лет, и что откровение придет, помазание придет, и они получат и покинут это место со всем огромным помазанием и с тем, что будет связано. И они вернутся в свои места, утвержденными в том, что это собрание принесло изменения в их жизнь, лично для каждого, в их служении, во имя Иисуса. И каждый сказал, «Амин». Вы можете присесть. Вы можете присесть. Я собираюсь поделиться сегодня с вами тем, что я верю, Господь сказал, особенно в мое сердце. Я слышал некоторые другие послания. Я слышал о принципах наших отцов. Но когда служения проходили, я начал молиться снова. Господь начал говорить кое-что. Поэтому у меня есть свежее послание. которое Господь дал мне в сфере финансов, чего я не проповедовал ранее. И это происходит всегда так, когда я приезжаю сюда. Я думаю сейчас о том, что проповедовал епископ. Я думаю, знаете, одна из проблем в наших служениях это то, что мы все скрывали. Лично. Мы боялись. Мы боялись. Мы боялись в каком-то смысле даже получать. Служители, которые здесь уже давно, они скажут вам, что мы боялись получать. Мы боялись сказать людям, что у нас есть. Должен быть баланс в отношении этого. Есть баланс в этом. Дух Божий сказал, убеди детей, что в этом существует баланс. Но я слышал патриарха. Я называю его патриархом. Он сказал, брат Коппу, я слышал, как он сказал, что он хочет подстроить тот дом, чтобы его сыновья получили видение. И им нужно такое видение. Бог использовал коренанию, которую построил здание. Восемь тысяч квадратных футов. И я ничего туда не добавил. Но Господь оплатил это. И Господь сказал мне. Я слышал, и епископ говорил об этом большом белом здании. Это большой дом. В стиле дома на плантации. И мы в процессе оформления бумаги и построения другого, большего. И я, я привез служителей в мой дом, некоторых из величайших мужей Божих в мой дом. И я привез людей и некоторых из моих сыновей. И у них был шанс получить видение того, что Бог будет делать. Даже эти великие мужи Божьи здесь не рассказывали о себе долгое время. Из-за системы, которая тогда существовала, они были благословены, но они никогда не открывали этого другим в действительности. Потому что о них неправильно бы подумали. Люди впали бы в уныние, упали бы в обморок. Но время пришло, когда мы должны дать им знать о том, что доброе Господь сделал для нас. Они победили Его кровью Агнца и словом своего свидетельства. Это касается также и финансовой области. Видите, Бог, что Бог дает вам, вам нельзя это скрывать. Если вы скрываете, Он не может продолжать вам давать, потому что вы не собираетесь свидетельствовать о том, что доброе Он сделал для вас. Поэтому вам нужно вынести это на свет, чтобы все могли видеть, какой добрый Бог, какой большой Бог. И тогда грешники узнают и признают, что есть у вас, и как оно на самом деле. Вот почему, когда Бог дал мне это откровение, деньги приходят, Он сказал мне о том, чтобы я начал говорить людям, что Он сделал для меня. Вот почему я говорю об этом легко. Говорю свободно. Я свободно летаю на своем самолете сейт-нейшн-тен. Легко двигаюсь в этом. Мне не пришлось искать деньги. Это просто произошло. Бог коснулся одного бизнесмена и сделал так, что тот купил. И Он позвал меня и сказал, что не знает почему. И сказал, прийти и взять. Я об этом даже не заботился. Я летаю в нем. Потому что это ради свидетельства. Бог знает, когда я это получу, я расскажу. И я богат. И я не говорю о малых деньгах. Я говорю о больших деньгах. И Бог сделал это для меня. И Он сделал это и сказал мне сказать. Сказать мне другим о тех добрых вещах, которые Он сделал для меня. Потому что тело Христово слишком долго было в таком состоянии. И здесь многие из вас, присутствующие здесь прямо сейчас, вы разбиты. Вы в служении, но вы разбиты. Вы подавлены. У вас кредитные карточки, и вы находитесь в затруднительном положении в этой сфере. И ваша величайшая нужда сегодня это деньги. Ваша проблема. Вы увидите. Я собираюсь показать вам, как мы отстали в этой области. Когда Крефло проповедовал, он выбрал, он прочитал текст, и Господь показал мне нечто особенное. Когда? 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 Когда Денис проповедовал? Денис! И это вышло из его уст. Он говорил об этой последней войне, которая должна уничтожить эту финансовую нехватку. И это должно быть сражением номер один. Давайте обратимся к книге Иоаиля. Я вам покажу и скажу что-то. Мы сделали так. Не самое важное важным. И важное неважным. И что происходит? И мы поставили знамения и чудеса первыми. В то время, как мы должны поставить на первое место процветание. чтобы у нас были такие места и финансы, чтобы осуществлять работу Иисуса без особой борьбы, без этих всех особых программ, без чего-то еще там. Если бы мы двигались, как сразу этого хотел Бог, чтобы финансы стояли впереди всех знамений и чудес, и чтобы это происходило без особой борьбы, поэтому мы откатываемся назад. Когда мы ищем прежде всего знамений, чудес и всех этих вещей, и остальное мы оставили. Забыли. Плач Иеремии говорит, мы забыли о процветании. И одна из первых вещей, которую Бог открыл нам, это то, что Он Бог процветания. Это восклицание и деньги приходят. Это не любовь к деньгам. Снова. Да не скоснусь этого. Любовь к деньгам. Так много христиан имеют недостаток в этой сфере. Хотя у них должны быть деньги. И они знают, что у них должны быть деньги. Но есть вызов. И деньги не приходят так, как они должны были бы приходить. Кроме того, есть различия в теле Христовом. Понимание некоторых вещей. Например, дары Духа, знамения и чудеса. Все они служат для того, чтобы способствовать, содействовать Слову. Но знаете, люди делают большое ударение на чудеса, знамения, когда они видят это происходящее. Они обращаются к Слову. Но все эти вещи ради того, чтобы поддержать Слово. То же самое касается и финансов. Авраам был богат. Вы читали об Эллове. У меня есть пометки. Соломон. Я старался. Я попробовал пометить то место от Соломони 20-долларовой купюрой. И это не сработало. Я был в машине и положил 20-долларовую купюру, чтобы сделать закладку на том месте, где я собирался прочитать в Соломоне. И 20-долларовая купюра не могла просто лежать на той странице. Мне пришлось использовать более крупные купюры. Мы увидим. Мы увидим. И я уверяю вас, как и я благодарю того человека Божьего, он сказал, что он не будет доставать часы. Но я думаю, как мне использовать мои часы. Но мы не будем смотреть сегодня на время вечером. Это будет хорошо. Но у меня есть откровение от Бога. У меня есть что-то об этих деньгах. У меня собака за 15 тысяч долларов. Меня не пугают деньги? Его имя Тим. Мы взяли его в качестве собаки охранять. Мы взяли его в дом. Тренировали разным командам и научили. Тим, ну-ка, подоймись наверх, посмотри, как там дела. И он смотрит. Если все нормально, он возвращается, открывает дверь. Он не тренировал, он так делает. Но потом он смотрит и говорит, «Ну, а сейчас заплати мне». Я помню, мы были в Ки-Уэсте. Мы были в Ки-Уэсте, Флорина. И я увидел одно кольцо, которое я хотел. Я вспотел, глядя на него. Я увидел камень. Знаете, я вспотел. И моя жена спросила, «Лерой, что ты собираешься делать?» Затем подошел мой сын, затем моя невестка и дочь, и спросила, «Папа, тебе нравится?» «Да, очень». «Почему ты тогда не купишь его?» И то кольцо стоило 2000 долларов, одно кольцо. И знаете, тут Господь сказал, «Если ты будешь проповедовать о небесах, приобрети это красивое кольцо». Амэн! Теперь над вами будет помазание, когда я буду открывать это. Служители, слушайте, слушайте, посмотрите на кого-нибудь и скажите, ваши дни упорных сражений закончены. Я говорю вам, слушайте, я говорю вам, что сойдет помазание на вас сегодня, это день, когда вы убедитесь, что финансовая борьба, финансовый недостаток закончен в вашей жизни лично, в вашем служении. Будьте уверены, что это помазание сойдет на вас. Итак, в книге Иоиля, я имею в виду, Крефло читал это, и на самом деле Коронайя начал говорить об этом, и я увидел кое-что. В Иоиля, главе второй. Итак, Иоиля, вторая глава, и это не мой текст, это просто начало, основание. И поэтому мы просто, в Иоиля, второй главе, вы думали, я сказал Иоов, я действительно произносил имя Иоова, но я собираюсь считать Изюов в другой раз. Я сказал, Иоиль, а не Иоов. Будьте внимательны, потому что я иногда не могу говорить отсчетливо до тех пор, пока не сойдет помазание на меня, чтобы вы поняли, что это был Смит Виггисфорд. Теперь обратите внимание на то, что мы будем читать, и что мы увидим. Мы двигались в обратном направлении. Мы искали знамений и чудес, но деньги должны были предшествовать этому. финансовое процветание должно было прийти сначала. Теперь, между прочим, мне нужно сказать это. Большинство тех епископов, которые проповедовали, они уже были богаты. Верно? Они уже были богаты. Деньги пришли. Деньги должны вначале прийти. Это не означает, что вы любите деньги. Но если вы будете осуществлять служение, вам нужны деньги. О, я не могу этого читать. Эти мечтатели-провидцы, если бы они, многие прошлые служители, правильно понимали финансы, Боже мой! Но мы собираемся увидеть это. Здесь есть молодые люди, молодые женщины. Вы тоже должны увидеть это. Вам не нужно проходить через то, что мы прошли. мы начнем с 23 стиха во второй главе Иоиля. И я хочу, чтобы вы увидели отставание, медлительность, робость того, как мы старались это сделать. И я хочу, чтобы вы увидели, какие вещи Бог называет первыми, а затем Он говорит, какие последующие. «И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет вам неспосылать дождь точно ранний и поздний, в первом месяце, и наполниться губно чем? Чем? Наполниться хлебом. И переполниться под точиле». Подчеркните «переполниться». Подчеркните «переполниться». Здесь сказано «переполниться». Скажите «переполниться». Что это означает «переполниться»? переполниться вином и елеем. Слушайте сейчас, стих 25. И воздам вам за те годы, которые поразала саранча, черви, жуки, гусеница, великое войско мое, великое войско мое, которое я посылал на вас. И вы будете есть, подчеркните это слово, до сытости. И заметьте, вы увидели слово полнота, мы видели слово переполниться, и теперь мы видим слово до сытости. Теперь, зная откровение, нам не нужно сомневаться. Нам нужно получить это. Вам нужно быть внимательными к тому, что я собираюсь сказать. Быть открытыми, если хотите иметь это откровение. И ваш дух должен быть готов получить это. Потому что Бог собирается показать вам что-то, что просто сформит вас с ваших стульев, и освободит вас. И вы узнаете, 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 в чем заключалась проблема касательно этой темы. Мы думали, что деньги, что было неправильно говорить о деньгах, неправильно иметь деньги, нельзя, как будто что-то напутанное в Ветхом Завете, что касается денег. Даже сам Бог как будто напутал что-то в Ветхом Завете. Если неправильно обладать деньгами, как будто Бог был сбит с толку материальным положением Авраама, Исаака и Иакова. Его не озадачивают 15 тысяч за собаку. В стих 26-й. И до сытости будете есть. Как? Как? До сытости? Скажите это. Мне это нравится. До сытости? Ой! Скажите это слово. До сытости? Теперь, что это значит слово «до сытости»? Я из Луизианы. У меня уйма всего. Вам нужно увидеть это, потому что, когда мы придем к откровению, это взорвет вас, это взорвало меня. И когда я увидел это, я сказал «О, мой Бог! Мой Бог!» И вы можете смотреть на этих томатных людей с удивлением, когда они проповедуют. Но верьте, откровение приходит и начинает работать и для вас. Когда вы получаете неверное откровение, это откровение начинает приходить. И вы будете есть до сытости и насыщаться. И когда люди находятся в полноте переполнении, и у вас много, и вы удовлетворены, люди, вы славите Бога. Смотрите, что здесь говорится. Смотрите, что дальше говорится. И будете славить имя Господа Бога вашего. Теперь я говорю вам, что вы можете славить Бога лучше, когда вы богаты. Говорю вам, некоторые смотрят на меня, как на странного, но я говорю, что когда все ваши нужды восполнены, и вы все счета оплатили, и вы никому ничего не должны, и вы едете в новом Роллс-Ройсе, и ни одной царапинки на нем, и я не верю, что вы будете славить какого-то Бога, но великого Бога. Слушайте, вы будете есть до сытости и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который соделал дивное, подчеркните, дивное, с вами. Соделал? Соделал? Конечно, вы можете и так славить Бога, танцевать, но вы еще, у вас мало, вы не свободны. Вот почему Господь поместил это финансовое процветание здесь. Мы с трудом можем проглотить это откровение. Говорю вам, некоторые, может, уже его имеют, но я, я собираюсь показать что-то. Говорю вам, когда вы увидите, каково оно, вы будете понимать, ясно? Стих 26 еще раз. «И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и мой народ не постромится вовеки». Были вы в очереди с вашей кандидатной карточкой? «Я был там и не знал, как все сложится в тот вечер. Кто-нибудь здесь? Ну давайте. Вам это знакомо. Не лгите. Иначе я не смогу проповедовать». Народ — это особенная ситуация, особенно если вы проповедник. И вы в той очереди народ, и вы не знаете, что можете позволить себе на ту карточку в тот вечер. Потому что содержимое вашей кредитки подходит к лимиту. И вы с той, с той карточкой стараетесь купить что-то на Рождество. И стараетесь купить что-то для своей жены на день рождения. И вы не знаете, какие испытания пройдет ваша карточка. Говорю, не смотрите на меня так. Вы были там? И вы не знаете, что удастся купить, а чего нет с той карточкой? И некоторые из вас все еще с той карточкой. Мне нужно сказать вам это. Вы думаете, удастся или не удастся? Бог хочет освободить вас от той карточки. Вам нужно, вам нужно ухватиться за то, что Бог говорит вам. Он говорит о сытости, Он говорит о переливании, Он говорит о насыщении. Не так ли? Не так ли? Он говорит, что Он благословит вас дивно. Аминь? И у вас есть восклицание на это? Ууу, слава! Посмотрим 26 стих. «Если я делал дивное с вами, и не посрамится мой народ вовеки, и узнаете, и узнаете, и узнаете, и узнаете, и узнаете, что я, я посреди Израиля, и я Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ никогда не посрамится». Не посрамится. Вы готовы? Скажите, «Я готов». Посмотрите на 28 стих, и посмотрите на то, что говорится Духом Божьим, и будет после того. Я не приму этот слабенький крик, как у Микки Мауса от вас. Вам нужно воскликнуть громче. Слушайте, слушайте, может, кто-то из вас не понял этого? Слушайте, и будет после того, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Вашим стартом будет снизиться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Это придет после. мы должны поставить первое на первое место. И Бог сказал, «Я хочу благословить вас финансово сначала, потому что финансовое процветание не является моим наивысшим благословением. Я хочу вначале этим вас благословить, а потом хочу излить Духа на вас. Я получаю. Я получаю. Я хочу... Слушайте, после того, после того, как вы насыщены, после того, как вы будете в переливании, после того, как у вас будет много, после того, как я сделаю над вами дивное, после того, как вы не будете постыжены, Что это значит? Говорить человеку, у меня есть Дух Святой, и делать какие-то движения. Ему все равно, есть ли на вас Дух Святой. Но вы должны внести им что-то показать. Им нужно узнать, что вы служите могущественному Богу. Им нужно знать, что вы служите Эль Шадаю и Игола Ире. Вам нужно поставить первые вещи на первое место. Понимаете ли вы, что Господь только что показал нам? У меня есть эти Божьи люди, у меня есть лучшие судьи в Доме Божьем. Они могут судить это. Они могут судить это. Но почему тогда Господь, через пророка Иоиля, говорит обо всем этом? О насыщении, непосредиациях, он говорит им о финансах? Разве он не говорит о глубоком откровении? О чем он говорит? Вот о чем он говорит. Зачем он говорит? И восстановлю вас. И узнают, что есть Бог посреди тебя. И когда я еду через Гонсалес в Томбрулс-Ройсе, по главной улице, они замечают, что Бог в Гонсалесе. Поэтому давайте обратимся и вернем это. Хорошо, брат, я принимаю. Давайте все поменяем. Давайте все поменяем. Давайте изменим это. Вам нужно получить разумение и ваше помазание на переуспевание финансово. Потому что это все было в Божьем разуме. Видите? Видите? Я почувствовал здесь страх. Страх сюда пришел. Видите? Видите? Видите, что я говорю? Но я, я почувствовал это. Что есть определенное количество страха здесь, который говорит, Нет, 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 это неправильно. Это правильно. Мы позволили. Позволили этому обществу диктовать нам. Они пришли в церковь. Они были там. Они были там. Наслаждались всем. Мы скрывали все в церкви. Боялись сказать кому-то о том, как мы благословенны. И будет после того, Бог говорит, Я сделаю это сначала. Затем я и залью моего духа на всякую плоть. Но сначала я хочу, чтобы мои люди были переполнены. Я хочу, чтобы мои люди были насыщены. Я хочу, чтобы мои люди были удовлетворены. Я хочу, чтобы они были так благословенны, чтобы ближние увидели и возривновали. Чтобы они проповедовали Евангелие и люди, которые рядом, слушали их. Я принимаю. Теперь слушайте. Слушайте. Позвольте мне сказать еще кое-что. Когда люди благословляют вас, в духе, это не то время, когда нужно говорить спасибо. Что? Я сказал, это не то время, когда нужно говорить спасибо. Потому что эти слова ничего не производят. если вы говорите им часто благодарю, вы отрезаете их от того, что Бог действительно хочет сделать для них, потому что вы приносите это на человеческом уровне. Здесь предполагается сказать, я получаю. Обратимся к книге Иова, глава первая. Хочу сказать, я хочу предупредить, у меня много материала по этому вопросу. Друзья, у меня на пять часов об этом начал говорить Пэт. Он начал говорить об этом. Она не делала чего-то, что должна была делать. У Пэты все необходимое помазание, и она отступала. Потому что кто-то говорил ей что-то неверное, и ей нужно было вернуться. И затем говорил Дэвиду и Трейси. Он пришел с этим откровением и сказал, о, Иисус. И затем я спросил, что мне сделать за час, Господь. Но он проговорил к Божьему человеку, и теперь на это уйдет год. И о, первая глава. Давайте увидим несколько примеров. Я хочу, чтобы вы увидели эти примеры. Знаете, Братко, он сказал, что Иисус не может вернуться как Соломон. В Ветхом Завете он был самым богатым человеком. Но я слышал, как Иисус сказал, здесь кто-то, кто больше Соломона. И мы его ботелаем. Это значит, то, что было у Соломона, мы должны иметь больше. Почему? Потому что я во Христе. А Христос во мне. А Иисус больше, чем Соломон. Вам нужно иметь запись и прослушать и восклицать над этим два, три, четыре, пять раз. Иов, первая глава. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был этот человек непорочен, справедлив и благобоязненен и удалялся от зла. И родились у него семь сыновей и три дочери. Итак, посмотрите в вашу Библию. Какой аспект жизни этого человека здесь затрагивается? О чем здесь говорится в самом начале? имение у него было? Почеркните, имение. Я имею в виду, здесь Библия дает ясное описание. Бог, всемогущий, по вазанию, теперь дает ясное описание этого человека и его владения. Почему? Почему? И вы читали, там написано прямо, прямо, сразу, за тем, как она говорит о его моральном состоянии, и идет сразу же, и говорит о его деньгах. Ну, давайте же. имение было у него семь тысяч мелкого скота и три тысячи верблюдов и пятьсот пар валов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И был тот, этот человек, знаменитие, почеркните знаменитие, всех сынов Востока. Заметьте, в его величие входила его собственность, которую он получил от Бога, потому что он был Божьим человеком. Обратимся к книге Бытие. Прежде чем я начну проповедовать, хочу, чтобы вы увидели, это так. Я еще не начал проповедовать. Обратимся к книге Бытие. Вот мои деньги, 100-долларовые купюры. Оставьте мои деньги в покое и заботьтесь о своих. Ну, быстро загляните в 13-й угловой книге Бытие. Затем мы пойдем дальше. Есть многое, чем Бог хочет поделиться с вами сегодня. Я хочу делать то, что Он хочет делать. Хотите ли вы, чтобы Он делал то, что хочет делать? В книге Бытие, главе 13-й, я просто хочу зачитать стих 2-й, потому что все эти люди из Ветхого Завета, они не имели никаких проблем с имуществом. И здесь реклама. Господь показывает. Господь поместил это в книгу, чтобы все могли прочитать. О, почему вы думаете? Он поместил. Я имею в виду. Почему Бог говорит о имуществе Иова? Я имею в виду. Что духовного в этом? Он дал это. Значит, это духовное. А теперь Он говорит об Аврааме. У нас есть время только зачитать. Вы знаете стих, но я хочу, чтобы это было в вашем разуме, когда мы начали говорить об этом Евангелии переполнения. И это Евангелие преуспевания. Потому что мы боялись говорить об этом Евангелии преуспевания. Но я докажу это и сокрою это. И скажу, что это Евангелие, это Евангелие полноты и переливания через край. Стих 2 говорит в 13 главе книги Бытие. И был Авраам очень очень богат. Теперь, для теологов. А это очень духовный народ. Святой Дух знал, что это будет записано в Библию. И вам нужно хорошо понимать, что Бог имел там в виду. Кроме того, Святой Дух решил сделать ударение на том, о чем он говорил. И Авраам был очень богат с хопом и серебром и золотом. Теперь вы вспомните в саду, когда Бог поместил их в сад, и Он говорит, там было золото, и оно было очень хорошее золото. Помните это? Более того, и затем мы перейдем к Евангелию. Кое-что еще. Кое-что еще. Третье царство. Десятая глава. Епископ читал этот текст. Но я хочу прочитать, взглянусь на это с другой точки зрения. Соломон. Когда царица Савская приехала, чтобы увидеть Соломона, и когда она увидела все благословение Соломона, я читал это однажды, и Господь сказал, что она упала в обморок. Она видела, как Соломон выходил, она видела, как он одевался, она видела, как он выходил к своим людям, она видела, какие люди вокруг него, их одежды, как они были счастливы, и она не могла больше этого вынести. Она вышла из строя. Мы должны делать так, чтобы некоторые люди просто выходили из строя. Давайте прочитаем немного, как это происходило. Царица Савская, услышав о славе Соломона, стих 1, «Во имя Господа, во имя Господа, во имя Господа, во имя Господа». Она пришла испытать его загадками, и пришла на Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды были навлечены благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее. И не было ничего незнакомого царю, чего бы он ей не изъяснил. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона. Спасибо, Господь. Всю мудрость Соломона. Спасибо, Господь. И она увидела не только его мудрость, но и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилища рабов его, и стройность слуг его, слуг, и одежду их. Я думаю, здесь хорошие проповедники должны слышать это. Я думаю, они должны носить лучшие костюмы. Смит Виглесворд носил. Мой отец очень хорошо одевался. Я верю в это. Он носил лучшие. И у вас должно быть лучшее. Вы не должны носить какие-то там тесные штаны. Вы должны соответствовать тому, что вы говорите. Носите красивый костюм, когда вы будете проповедовать Евангелие. Вам нужно быть одетен правильно. Когда вы проповедуете Евангелие, разве вы должны быть одеты в тесный костюм? Никаких тесных костюмов вообще! Если вы выросли из этого костюма, идите и приобретите другой! А вот, друзья, и затем «Виночерпи его», и «Всесожжение его», стих пятый, который он приносил в храме Господнем, и не могла она более удержаться. Она просто упала в обморок. Нет, нет, больше она не могла сдержаться. Она увидела, как Бог благословил этого человека. Я думала, что я была благословена, но смотрите, что Бог сделал для этого человека. Знаете ли вы? Это была единственная возможность, вероятно, для царицы, упасть в обморок. Никто не мог ей такого рассказать! Она вышла из строя! И знаете, что случилось? Деньги! 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 Приносят деньги! Помните, та женщина привезла тому человеку благовония! Знаете, сколько в моей Библии написано благовоний? На 691 миллион 200 тысяч долларов! Стоком благовоний! Она все это вручила ему! Теперь, мы продолжаем. Теперь, одну вещь Господь сказал мне, когда я молился и размышлял. Он сказал, Все религиозные твердыни в вас должны быть заблокированы в вас сегодня. Потому что мы собираемся говорить об Евангелии изобилия. Евангелии Переливания Римминон, глава 1 О, люди, позвольте мне что-то сообщить вам. Потому что я получил этот материал, не слушая чью-то запись. Говорю вам, люди, я так рашу я в этом собрании. Я так рад. Позвольте поделиться одним фактом. Мне нравятся Кен и Глория Коплан. Я приехал сюда не для того, чтобы что-то заполучить. Я уже богат. Я помазан. У меня большой дом. Большие машины. Красивая жена. Четверо хороших детей. Собака за 15 тысяч долларов. Мне не нужно ни у кого из вас высасывать деньги. Я просто люблю Кен и Глорию из-за их помазания. Видите, у меня нет нужды кого-то обирать. Но Бог сказал, иди, я благословлю тебя. Аминь. Аминь. Мы собираемся посмотреть то же самое Евангелие, которое вы проповедуете. Это тоже Евангелие, которое выведет вас из долгов. Аминь. 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 Я имею в виду, Господи. Я имею в виду, в римлянам, в первой главе, стих 16, говорится. Вы видели это, но мы будем с этим текстом сегодня работать. «Ибо я не стыжусь благоествования помазанного и его помазания, потому что оно есть сила Божья». К чему? Мы говорим о спасении, которое приводит нас на небеса. Но спасение включает все. В чем вы нуждаетесь, желаете и хотите. Мистер Кофи говорил, что оно приносит освобождение, здравость, безопасность, цельность, и оно включает преуспевание. «Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что это есть сила Божья ко спасению всякому верующему». И обратите внимание, я не стыжусь благоествования. Знаете почему? «Евангелие не оставит меня в стыде». «Евангелие принесет полное освобождение в каждую область, включая и финансы». И причина, почему нам нужно проповедовать о финансах так много, это потому что так многие из вас еще разбиты, так много из вас еще в долгах, ваше служение в долгах, вы не знаете как, вы просто иногда не знаете как из этого выбраться, вы счастливы быть на таком собрании как это. Вы едете обратно, и вы опять в трудностях, и вам нужно выйти из этого постоянного качания туда-сюда. Я провозглашаю во имя Иисуса, потому что помазание Бога на мне, и я провозглашаю во имя Иисуса, его помазание будет на вас, и вы будете подниматься, и подниматься, и подниматься, и подниматься, и вы будете знать, почему вы будете подниматься. Я провозглашаю, вы свободны от долгов во имя Иисуса, ваше служение свободное от долгов, Я пророчествую вас сегодня. Ваш день. Это ваш день. Вы освобождаетесь от долгов во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Это так. Так. Поднимись. Я собираюсь шлепнуть тебя. Снова. Во имя Иисуса. Ты получил это? Тебе нравится это или тебе не нравится это? Во имя Иисуса. Народ, здесь так много помазания. Может, вы не верите в то, что я сделал для этого парня? Помазание тонной сошло на него, когда я шлепнул его. Потому что Господь сказал мне сделать это. Ты никогда не будешь прежним. Вы можете воскликнуть? Теперь, мы читали. Я не стыжусь. Благорестование Христово. Верно? Потому что это сила Божья. Коспасению. Есть освобождение для каждой сферы. Если мы читаем и смотрим на спасение. Верно? Обратимся к книге 2 Коринфянам теперь. 2 Коринфянам. Глава 8. Кто-нибудь воскликните. Пусть здесь будет церковь. Народ, я сидел целую неделю. Все проповедовали, и мне сказали, что я буду проповедовать в четверг. И я сказал жене, скоро моя очередь. Я видел ваше смирение. И как вы валились. И я видел, как вы проповедовали. И я спросил Господа, когда же мое время? Я забыл, когда мое время проповедовать. Знаете, все проповедовали, и я забыл, когда моя очередь. Звоните на это. 2 Коринфянам. Глава 8. Стих 9. Евангелие. Евангелие. Все скажите, Евангелие. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, помазанного в его помазании, что он, будучи богат, я не стыжусь Евангелия. обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетой. Это Евангелие. Я сказал, это Евангелие. Это Евангелие так же истинно, как и то, что вы идете на небеса. Это такое же Евангелие, как и то, что ваше дело исцелено. Это дьявол, кто старался удалить нас, удержать от этой сферы. Почему Кеннет Коплент не может иметь один из самых больших домов, которые вы могли видеть? Он находился в полуночи, в одиночестве, когда все мы спали. Годы и годы и годы. Что? Авраам был один. Вы понимаете, что я говорю? Почему? Почему? Я имею в виду, почему он не может иметь такой дом и даже не может сказать кому-либо об этом? Это бесчестье смерти и воскресения Иисуса Христа, если вы разбиты и остаетесь разбитыми. Это бесчестье крови Иисуса, если вы не заняли свое законное, принадлежащее вам по праву место в этом народе. Сражайтесь до конца. Стойте в слове. Если вы стоите в слове, сражайтесь должным образом в вере, согласно того, что Слово Божие обещало вам, Бог поднимет вас со дна и посадит вас наверху в каждой сфере вашей жизни. Мне все равно, какая у вас фамилия. Мне все равно, что было у вашей бабушки. Мне все равно, какого цвета ваша кожа. Мне все равно, из какого вы вышли племени. Если вы будете делать то, что Бог говорит вам делать, Бог поднимет вас. Здесь дух. Есть дух в этом тексте. Так как это Павел говорит, здесь есть дух. Вся теология уходит сейчас. Они собираются говорить о том, что он стал духовным и всякое такое. Глава 8 и 9 говорят о деньгах, золоте и спасителе. Вы слышали пророчество, что это будет год переливания? Я слышал, как Бог сказал. Я хочу, чтобы ты проповедовал Евангелие преуспевания и Евангелие переливания через край. Я хочу сказать что-то. Как вас зовут? Дон, я хочу сказать что-то. Сила Божья наполнит это место так, что мужчина и женщина увидят это как никогда, когда я буду проповедовать. слава проявится на этом месте, потому что вы промокнете от дождя помазания, который занесет вас на орбиту финансовой сферы, потому что Господь сказал так. Он сказал, это неделя, вещи, которые вы слышали, вещи, о которых Марк говорил, вещи, о которых говорил Деннис, вещи, о которых говорил Брат Копленс, вещи, о которых говорил Джерри, Джесси, они все об этом говорили. Притяжение Святого Духа на вашей ситуации. Вы здесь не случайно на этой неделе? Это особенное собрание. Слава Божьей на этом собрании и сверхъестественные вещи происходят прямо сейчас в присутствии нашего всемогущего Бога. Сегодня, а не завтра, сегодня ваш день! Кто-нибудь воскликнете здесь! Кто-нибудь здесь воскликнете! Теперь мы прямо там! И брат Копленд говорил что-то из этого стиха. Я увидел что-то в этой же главе. И... У, Иисус! Господь, оберни нас Собой хоть немного. Просто немного. То, что мы слышали, Господь, пусть глубоко войдет в нашего внутреннего человека. Сойди, Господь! Пусть это сойдет на нас! Святой Дух, мы ходим в Тебе на этом месте. Дух Святой Принеси преуспевание на это место! Просто немного дольше! Просто немного дольше! Позволь мне проповедовать! Позволь мне проповедовать немного! Позволь мне еще проповедовать немного, Господь! У-у-у! Слава Господу! Слава Богу! У-у-у! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Э-нэ-нэ! Манэ-нэ-нэ! Шима! 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 Ха-ха-ха-ха! Слава Богу! Еще немного, Господь! О, боже мой! Можем! Мир, что, мошь! О, как начать! Весье боя! Твоя благодать, Господь! Слушайте, слушайте! В этом стихе, во 2 Корифону, 8 главе, в 7 стихе, брат Коплин говорил об этом, он делился со мной, он сказал, я тоже хочу, чтобы вы были в этой вере. Посмотрим, посмотрим, что говорит этот 7 стих, а как вы, вы изобилуете всем. Теперь помните, он говорит здесь главным образом о финансах, о таянии, в осенней жатве, но он говорит о финансах. Помните это? Господь, позволь мне немного еще. Мы это почти утеряли. Я говорю вам сейчас, мы почти потеряли это. Кроме того, но хорошая потеря. А как вы изобилуете всем, верою, у нас было учение о вере, и словом, у нас много учения о духовных дарах, и в познании, «О, у нас значительно больше сейчас познания, нежели у нас когда-либо было ранее». У людей, как вы, много знаний, и всяким усердием, и у нас много верных людей, прямо в этом здании сегодня. И любую вашу к нам, смотрите на это, «Так изобилуйте и этой добродетелю так же». Теперь у меня вопрос. А какой добродетелю он говорит? Он говорит о добродетели финансовой свободы. Держитесь того, что он говорит вам делать. «Я молился. Я готовился. И самый знакомый стих... Святой Дух сошел, Джесси, на тебя сейчас. Я вижу это в твоих глазах. Слава Богу. Я здесь как дома. Я здесь дома. Халилуя! И самый знакомый стих... Если вы получите его в Духе, это делает Писание совсем другим. И Господь сказал, «Давид знал кое-что о Евангелии переливания через край». Я спросил, «Что?» Он сказал, «Открой свою Библию в 22-м псалме». Посмотрите, пожалуйста, на два стиха. Он сказал, «Давид знал что-то об Евангелии переливания через край, о Евангелии преуспевания». Я говорю, «Благодарю, Господь!» Теперь, просто первый стих. Теперь, не смотрите на него в свете вашей баптистской традиции, или теологической, или динаминационной позиции, из которой вы вышли. Не смотрите на это так сегодня. Я хочу, чтобы вы увидели это так, что этот Божий человек имел откровение от Бога об Евангелии переливания через край. И он знал, как оно приходит. Он говорит, «Слушайте, Господь – пастырь мой! Я не буду нуждаться». Теперь смотрите, что он говорит. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели, потому что этот Дух Святой показал мне. Посмотрите на стих 5 и посмотрите на последние 4 слова. «Моя чаша». Знаете, что значит «переполняется»? Это никогда не останавливается. Это не значит лишь одна полная чаша. Это значит, что снова и снова она переполняется благосостоениями Бога. Моя чаша переполняется постоянно. «Моя» Посмотрите в УК 6.38. То же самое. «Слава! Я сказал, «О, Слава!» Посмотрите, посмотрите на эти оба стиха вместе. Поток, посмотрите, не просто перельется, а переливается. Это то, чего хочет Бог для каждого из своих детей. Многие не имеют этого, потому что не знают такого Евангелия. Они удовлетворены, но я не удовлетворен. Знаете, почему я не удовлетворен? Я не удовлетворен, потому что хочу, чтобы у вас была собака за 15 тысяч долларов. Вы понимаете, что я говорю? Кинозвезды. Люди, у которых есть это имущество, и это наше имущество. Если у кого есть лучшее, у нас должно быть лучшее. Теперь, давайте посмотрим, почему это Евангелие. Это Евангелие и переливание херес край. И вам нужно быть в правильном месте в вашей церкви. Вам нельзя проповедовать эти проповеди, как у Микки Мауса. Говорю это прямо сейчас. Вам нужно учить ваших людей о деньгах. И вам нужно учить их о переуспевании. Вы ничего не можете получить без веры. А вера приходит от слышания. Может быть, надо взять целый год и учить об этом. Знаете, что происходит? Вы учите три недели. Почти как и здесь. Откровение за откровением за откровением приходило к нему. И из-за того, что они учили этому, они по-прежнему имеют это. Они сделали это легче для меня, и я понимаю это тоже. Вот почему я могу проповедовать сейчас. Они, они заложили основания. Я когда-то не знал, не знал этого, а теперь знаю. Но приходит гонение, потому что со мной это случалось уже много раз. Они пытались давить на меня. Даже члены моей церкви говорили. О, всегда этот Лерой! Заткнись или убирайся! Мне не нужна твоя десятина! Можешь уходить! Есть еще церкви вниз по улице, которым ты нужен. Уходи! Уходи отсюда со своей десятиной! Ты больше здесь не нужен! Вы теряете одного, а получаете пятнадцать! Тот стоятель десятины удерживает вашу церковь! Не будьте привязаны к таким людям из-за того, что у них большая десятина! Я помню, у Марка была проблема с одним таким. Один человек дал много денег, и он хотел остановить Марка, раскритиковать, раскритиковать, как нас критикуют. И он сказал Марку, «Тебе нужны новые прихожане!» И он пришел к Марку в офис и сказал, «Я хочу оставить эту церковь, потому что, знаете, он не соглашался». И он вышел из офиса, и Марк был в грустном состоянии, и сказал, «Господь! Мой самый большой даятель десятину ушел!» А Господь похлопал его по плечу и сказал, «Марк, я еще здесь!» «Твой самый большой даятель не ушел!» «Перестаньте!» Я чувствую, что Дух Святой побуждает сказать вам, потому что мы сейчас говорим служителям, «Перестаньте подхалимничать!» Это лучший способ, как я могу сказать это. И еще другое слово. «Перестаньте унижаться перед этими людьми!» Им нужны мужья или жены Божьи, которые ходят в любви, но и во власти. Они будут уважать вас. Каждый, кто хочет покинуть вашу церковь, не пресмыкайтесь перед ними, не ухаживайте за ними, как за домашними питомцами. Вы знаете, что кому-то иногда лучше уйти из вашей церкви. Вы знаете это? Я хотел сказать это позже, а скажу сейчас, Господь. Я проповедовал в Манте, в Индиане. И я говорю, в Манте, в Манте, и Дух Божий... Не знаю, этот парень-чинь собирался петь песню, а мой сын сказал, «Эй, отец!» И я приготовился проповедовать. И это была вступительная часть. Знаете, и они собирались петь еще одну песню. После может быть пять песен. Если у вас пять песен, пожалуйста. Я ничего не хотел нарушать. Итак, я быстро пошел. «Эй, отец, быстро!» Потому что у нас так. И я говорю вам, Дух Божий был на мне на том месте. И я проповедовал там, в том районе о финансах, но я собираюсь кое-что сказать вам. Поэтому будьте открыты. И я оставил кафедру и спустился по ступенькам. Я проповедовал, и помазание Божье было на мне. И я оглянулся назад. На ту кафедру. И там стоял ангел преуспевания. На нем был одет коричневый костюм с золотой подкладкой. Ну и костюмчик, скажу я вам. Из чего же он был? Мой Бог! Тот костюм был самый красивый костюм, который я когда-либо видел в моей жизни. И я спросил Господь, кто это? Он ответил, это ангел процветания. И он пришел по причине того, что ты проповедуешь. Откройте Евреям первую главу, и вы увидите, почему мы говорим об этом. Мы говорим об этом в Евангелии переливания через край. Скажите, я никогда не буду разбит. Ни в какой из дней в моей жизни. Мое служение никогда не будет разбито. Деньги приходят в мое служение. Сейчас! У вас нет оправдания в том, где находится ваше служение? Я из Дэррел. Видите, Бог работал со мной там. Вы не можете оправдаться и сказать, он из Чикаго. Я не из Чикаго. Я из Дэррел. Там была когда-то плантация, и рабы пахали на поле. И я езжу там на Ролл-С-Ройсе. И построил церковь за 2 миллиона 500 тысяч долларов за наличные на том же месте на поле с сахарным тростником. Мои предки были в цепях на этом поле. не говорите мне о том, что Бог не может чего-то сделать. Иисус! Евреям, первая глава. Халлилуйя! Ангел преуспевания! Да, да, говорит Господь, у меня есть ангелы преуспевания, отправленные на преуспевание, но они не были способны работать. Они ничего не делали, потому что мы делали эти жалкие исповедания, в которые мы едва верили. Народ, вам нужно говорить, вам нужно говорить слово, когда вы ведете машину, вам нужно засыпать с ним, вам нужно есть с ним, вам нужно верить Богу о лучшем. Я слышал, как брат Коплин говорил, многие служители, если им придастся кока-колу, то у них начинается борьба по поводу чаевых. Я даю вдвойне большие чаевые. Что это за еда, что я здесь буду еще вести подсчеты? Верьте в благословение, и я подсчитаю это вместе с вами. Ну что, вы хотите выбраться? Пусть пять человек встанут и начнут здесь бегать. Бегите сейчас! Сейчас как будто 500 человек. Бегите, потому что вы больше не разбиты. Бегите, потому что ваше служение больше не причиняет вам боль. Бегите, потому что помазание на вас. Есть ангелы при успевании. Я видел одного. Вы знаете, я думал кое-что об этом, что они есть. Но вы знаете, я никогда в действительности не имел настоящего откровения об этом. Но он стоял за той кафедрой в Манси, тщательно изучая собрание. И Господь сказал, он стоит за тем посланием, которое я дал тебе. Тем, кто верит, он собирается помочь им. Теперь, это был не единственный ангел. Есть целое воинство таких ангелов. И их единственная работа заключается в том, чтобы продвигать и приносить процветание Божьим людям. Кто-нибудь воскликните, Амэн? Теперь посмотрите здесь. В книге Евреям, главе 1, стих 14. Не все ли они служебные духи, посланные для служения тем, которые имеют наследовать? Я не стыжусь Евангелия, потому что она сила ко спасению для каждого, кто верит. Как многие из вас верят в Евангелие? Конечно, конечно, мы проповедуем, проповедуем Евангелие. Слушайте это, слушайте, слушайте. Не все ли они служебные духи, посланные на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Спаси С-п-а-с-е-м-е-е. Итак, эти создания предназначены для того, чтобы служить мне, поэтому я разговариваю с ними, я говорю им, идите и получите это. Вот почему все эти цитирования должны осуществиться, потому что у нас есть эти ангелы преуспевания, вот там, в очереди сейчас, работающие в этом. Это сверхъестественно. Это не в естественном мире. Это не то, что 1 плюс 1 равно 2. Это сверхъестественно. 1 плюс Бог равно все, в чем вы нуждаетесь. И это наше. Обратимся к первому фессалоникийцам. Обратимся к первому фессалоникийцам, потому что это Евангелие, которого мы не стыдимся. Есть что-то особенное в этом Евангелии. Откроем его. Откроем сейчас. О, Господь, да, пусть эта слава ударит снова. Вы знаете, у вас еще есть несколько минут? Просто дайте мне немного времени. Мы желаем Духу вернуться обратно на это место. Вернуться обратно на это место. Святой Дух, мы желаем, чтобы ты вернулся снова. Святой Дух, мы приглашаем тебя вернуться. Помашь нас в этом. У, чтобы то же самое. Ускорь это. Слава Господу. Халилуя. Я сказал, халилуя. Первый фессалоникийцам, первая глава. Стих пять. Теперь я хочу, чтобы вы увидели этот стих в контексте того, что я проповедовал. Вы помните, мы начали сиаиля, и было доказано, без тени сомнения, что Бог хотел для нас переливания через край. Бог хотел, чтобы мы были довольны. Он хотел, чтобы у нас было изобилие. И иначе Иисус не может вернуться обратно до тех пор, пока вы не получите ваши деньги. Он не может вернуться из-за сражающихся служений. Он не может вернуться из-за этих постоянно сражающихся за выживание служителей. Потому что у нас эти сражающиеся служения и сражающиеся служителя. Это значит, у нас все эти сражающиеся люди, которые следуют за нами. Он собирается поднять служителей. Он собирается поднять служителей, чтобы люди поднимались, чтобы люди увидели славную церковь без пятна и порока. Ваше финансовое благословение Это составная часть славы Не просто слава в виде дыма Не просто слава хороших ощущений Ваше финансовое преуспевание находится в славе Бога Ибо наше благословение У вас было не в слове только Но также Пятый стих Но также в силе И в Святом Духе И со многими удостоверениями Как вы знаете, каковы мы были для вас между вами Каковыми людьми являются здесь те Какими людьми мы являемся среди вас сегодня Каковыми людьми являются для вас те Кого вы слушаете проповедующих этой Евангелии для вас на этой неделе Какие люди сегодня принимают это собрание здесь Служат для вас сегодня Это люди, которые верят в полноту Евангелия И верят в Эль-Шаддая И верят в Иголу Ира И верят, что Он Бог, Который больше, чем достаточно Такие люди здесь Теперь обратимся к Якову, первой главе Якова, первая глава Слава Богу Мы находим это место И действуем энергично Уууу, слава Богу Пэт, ты получил это? Пэт, ты собираешься с этим что-то сделать? Ты знаешь, о чем я говорю, не так ли? Телла О, здесь дочь брата Хейгена И мне об этом ничего не сказали? Не хочешь ли мне сказать что-то? Телла Я говорил вам о Телле? Халилуя Теперь смотрите Что случилось Якова, первая глава Слушайте, что случилось Давайте посмотрим на 16-й стих Потому что мне нравятся три первых слова Святой Дух сказал мне Не обманывайтесь Понимаете? Мои возлюбленные братья Что? Всякое даяние доброе И всякий дар совершенный Сходит свыше От Отца Святого У которого нет изменения И теней перемен Господь, который благословил Авраама Господь, который благословил Иова И Господь, который благословил Соломона Не изменился Теперь взгляните на это Взгляните на это Стих 22 Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только Обманывающие сами себя Ибо кто слышит Слова и не исполняет Подобен человеку Рассматривающему природные черты лица своего в зеркале Смотрите на это Стих 24 Он посмотрел на себя Все из вас, посмотрите Если вы изучаете Слово И я знаю вы Вы здесь великие знатоки Великие мужи Великие жены На этом месте Великие мужи Божьи и жены И для меня привилегия проповедовать здесь Не думайте, что я легко к этому отношусь Но я заявляю Бог сказал мне и позволил уйти И я смел Вот почему я здесь такой, какой и есть Но все вы Если вы изучали Слово Если вы проследите за служениями брата Кеннета и Клори Служениями Джерри и Джейси И подобных Киха Батлера и других То вы увидите Они богаты Если вы читали Библию, как там написано Вы бы увидели, что им было положено иметь Вы читали Библию? Я сказал, если вы читали Библию, как там написано Со временем Вы бы увидели В той Библии Как Бог хочет, чтобы вы имели Но вы не должны этого скрывать Проповедники скрывали годами И это было вызвано тем Что они были вынуждены находиться на определенном уровне Потому что церкви это могло не понравиться Я не беспокоюсь о том, что мне скажут о том, на какой машине я еду Я не собираюсь быть пастором с ограниченным мышлением Потому что там, где я нахожусь Это то, куда они приближаются Урожай следует за служителем Вы хотите меня благословить? Вы хотите, чтобы у меня был большой долг? Вы хотите, чтобы мои нужды были восполнены? Но я хочу, чтобы и ваши нужды были восполнены Я помню, когда я был бомбистским проповедником У меня было семь диаконов О, Иисус! Господь сказал мне сказать семь диаконов У нас было 65-70 членов Он сказал пойти и сказать тем диаконам И здесь ваша проблема, прямо здесь Потому что мы не знаем, как получать Мы все обращаем внимание на свою профессию И что-то еще выдумываем А вам нужно воздеть руки и сказать Я получаю Кому-то из вас в церкви Господь старался дать зарплаты А вы думали о том, какие здания построить И не принимали этого умножения И тот ангел не устраивал дело быстрее Потому что Господь не был удовлетворен в отношении вас Потому что вы не принимаете того, что напрямую принадлежит вам Некоторые из вас не получают достаточно И вам приходится выживать И вы боитесь пойти и сказать другим Кто с вами работает И Господь не удовлетворен И Господь сказал Иди и скажи тем диаконам Что ваша церковь не возрастет в финансах Если вы не возрастете в финансах Иначе я уберу руку с финансов в церкви Скажи тем диаконам Когда я финансово благословлю эту церковь Вы тоже в ваших семьях увидите больше Я убираю мою руку с этой церкви финансово Вот что происходит с многими церквями Господь убрал свою руку от финансов Потому что вы называете себя смиренными А на самом деле являетесь тупыми У меня нет других слов Как сказать об этом Чтобы ваша церковь прорвалась Надо чтобы и вы прорвались Стих 23 Ибо кто слышит слово и не исполняет Тот подобен человеку Рассматривающему природные черты лица своего в зеркале Он посмотрел на себя Отошел И тотчас Забыл Каков он Как многие из вас принимают это утверждение О чем здесь говорится Но кто вникнет в закон совершенный Закон свободы Совершенный закон свободы Свобода Свобода Освобождение Свобода Вот почему я так усердно проповедую об этих деньгах Мы видели чудеса У меня 12 генералов на стене в моей гостиной 12 генералов Джек Коу Наверху висит Прямо напротив меня Когда я сижу за своим столом Он так располагается И смотрит на стол Джек Коу на самом деле смотрит вот так на меня Джек Коу Смит Виглесворд Кэтрин Куйман Бранхам Симур Все они Все 12 прямо там Мисс Макферстон Все они там на той стене в моей гостиной И Господь сказал что-то мне, братья Господь заговорил ко мне Он сказал Здесь все эти люди Которых я оцениваю высоко И никто из них не попал в историю Чтобы это имело связь с финансами Мы слышали о пробуждении исцеления Мы слышали что-то о самых помазанных людях в служении исцеления Которые вы когда-либо видели Джек Коу был одним из них У них были деньги Да, это так Они имели деньги Я знаю Джек имел Они имели деньги Но люди не имели денег И все они были помазаны Сестра Куйман Была помазана Банехин прямо сейчас несет то помазание Он помазан на исцеление Но нам нужно увидеть каких-то мужей и жен божьих Поднимающихся в этом финансовом помазании И нам нельзя отступать от этого помазания до тех пор Пока мы не получим те деньги Чтобы мы начали работать так, как Бог хочет, чтобы мы работали Я знаю Я знаю Все эти люди Смит Виглисфор Джек Коу Бранхан Мисс Макфёрстон Кэтрин Кульман Джек Коу И кто же там еще? Эл Бэрро Эй Аллен Мистер Ричи И кто из них? Они были великими целителями И знаете почему? Те люди, которых Господь избрал И дал финансовое помазание Позволили другим людям и средствам информации И всем, кто выступал против Увести их от этого Но я знаю, что я скажу Они подняли свою руку на меня, чтобы задавить Но я не боюсь Потому что я знаю, что Господь сказал мне это делать Это одна из самых Ужасных вещей в теле Христовом Не иметь достаточно Вы знаете, почему Снова я думаю, вы можете отнести это по-особенному Почему это Кен не может построить тебе еще один дом? А? Обратитесь Откройте ваши Библии Книга-притч 24-я глава Я хочу убедить вас Я знаю, о чем я говорю Я скажу вам что-то Я собирался сказать это ранее Но скажу сегодня Я хочу показать вам что-то Дайте мне еще несколько минут Кто-нибудь здесь воскликните Аллилуйя Не отступайте Может кто-то и не знает кто Я знаю, кто я Вы, может, смотрите на меня и всякое думаете Простите, я знаю, кто я Я темнокожий, богатый человек Помазанный Духом Божьим Полный радости Полный мира И каждая косточка в моем теле проходит этим путем Я собираюсь что-то показать вам Есть еще одна проблема Которая у нас была Мы старались что-то иметь Пока не завершили свою работу Мы старались иметь такую же обувь, как у Кенната Коплэнда Когда вам не следовало носить обувь, как у Кенната Коплэнда Вы пытались одеваться, как Джерри Савелл И вам не нужно одеваться, как Джерри Савелл теперь Мы были потом на телеге, забегающей перед лошадью И что мы старались сделать, это начинали покупать большие машины За рано В этом должен быть баланс Мы покупали Большинство служений делало так Мы покупали большие машины, бриллианты Которые мы не были достаточно готовы носить в то время Где же сейчас восклицание? Но это так Но это так Нет смысла стараться одеваться, как я теперь Не будучи готовыми Эти туфли стоят много денег Потому что вы не были со мной в Дэрол В той баптистской церкви на коленях Вы не знаете, через какие трудности пришлось пройти Вас там не было Как вы осмеливаетесь судить человека за его урожай И видя его семени Вот почему он построил второй дом Вот почему я построил свой дом Вот почему я построил свой второй дом Если бы я не построил тот дом Который я построил Я был бы не в воле Божьей И я не был бы там, где я сейчас Если бы я не построил тот дом Те ребята не купили бы мне Роллс Ройс Здесь еще вот какое дело Они в этом деле победили Опередив других ребят на три месяца Тремя месяцами позже Кто-то тоже планировал купить мне Роллс Ройс Но эти парни опередили и победили их Смотрите, смотрите здесь Вот реакция людей Смотрите на него Едет на своем Роллс Ройсе Он все еще на сцене Он все еще с деньгами Эти глупцы даже и не знают Что я не заплатил ни пени за него Это был подарок от всемогущего Бога мне И они стараются узнать, откуда я приехал Ну как вам? Какие у вас сегодня чувства? Это стоит того? Говорю вам, каждая минута, проведенная в этой аудитории Это стоит того? Мы были очень близко от послания Духа Святого на этом месте Ваше служение никогда не будет тем же Говорю вам, вы никогда Нет, вы никогда не будете теми же Слава Богу Говорю вам, здесь сохраняется помазание О Бог, халлилуйя Я люблю это Когда Дух Божий приходит на это место Разве вы не любите этого? Аллилуйя, слава Богу Позвольте мне еще, позвольте мне еще 24-го глава, 27 Притчи 24-27 Соверши дела твои вне дома Окончи их на поле твоем Это служение Пусть твое служение развивается Пусть твое служение будет благословенным Проповедуй тому служению подниматься И когда сделаешь это Пойди и построй свой дом Как бы он выглядел с таким служением в том доме Я видел у него предыдущий дом Когда мы в служении Служении Духа В таких духовных сферах Нам нельзя пребывать в таком ложном смирении Когда мы в таком смирении На самом деле мы пребываем в глупости Такие мужи, которых Господь благословил так сильно Они должны жить в большом доме Это соединено с их видением Воскликните сейчас Потому что я правильно проповедую Я изгоняю бесов И вы любите Господа не больше, чем я люблю Господа Но это мое задание То, что я говорю о финансах И деньгах Я изгоняю бесов Говорю вам Там в маленьком городе Дэрол Откуда я? Говорю вам В последние полтора года У меня не было менее, чем 21 человек Который отвечал бы на призыв В последнее воскресенье Около 43 или 47 человек Ответили на призыв Я совершаю работу в служении Но это мое задание в теле Христовом Возможно, большую часть времени Вы видите Я говорю вам о ваших деньгах До тех пор, пока вы не получите Бывает время Когда не время строить свой дом Как бы это выглядело? У вас в церкви 65 человек А вы строите дом площадью 8000 футов Ваши люди из церкви видят тот дом И у них возникают вопросы Потому что кое-какие деньги Кое-откуда не должны перемещаться Вам нельзя экспериментировать с Божьими деньгами Вы должны направлять Божьи деньги под назначение И пусть Бог благословит вас Я вкладываю больше денег в мою церковь, чем они платят мне зарплату Потому что Бог всемогущий мой источник Знаете ли вы это, что если ваше служение благословлено И Бог говорит вам что-то сделать И вы не делаете этого Тогда вы оказываетесь вне воли Божьей Знаете ли вы, я верю всем своим сердцем Что если бы Кен и Глория не были энергичны и быстры в том Чтобы построить дом Который Бог сказал Кену и Глории построить Этот дом Они были бы вне воли Божьей И это бы затормозило их служение Это Библия Это по всей Библии Откройте книгу Плач Еремии Быстро найдите Еремия начал кричать и плакать Потому что народ был в сокрушении и поражении Но он сделал утверждение Которое применимо здесь В книге Плач Еремии О, слава! Плач Еремии Смотрите Глава 3 Стих 17 И удалился мир Нашли? Я вижу некоторые еще ищут Плач Еремии Глава 3 Стих 17 И удалился мир От души моей И вот в каком состоянии Они находились И это положение Которое он говорит Я забыл о благоденстве И это одна из вещей Происходящая в теле Христовом Многие собираются увидеть Замения и чудеса Тогда посмотрите на Петра С его рыбацкой лодкой Если вы хотите увидеть Какие-то чудеса и знания Смотрите Петр ловил всю ночь И ничего не поймал Но когда он принял на борт Иисуса Иисус сказал ему куда забросить сеть И хотя он не хотел забрасывать сеть Но он забросил сеть Но смотрите Что случилось с той лодкой В реке 5 главе И та лодка В которой ранее ничего не было Затем получила Божье помазание И та лодка наполнилась И все его партнеры И вы содействуете успеху ваших партнеров И если вы верите Богу Верите Евангелию И Евангелию перерывания через край Вы читаете об этом Евангелии В Иоанна 6 главе И посмотрите Как Иисус обошелся С той маленькой трапезой мальчика Смотрите После того как все поели Смотрите Столько осталось Двенадцать корзин И более чем достаточно осталось Это Евангелие Иисус Забыли о благоденствии И я сказал Погибла сила моя И надежда моя на Господа Господь заботился О всех тех людях Я не сомневаюсь в этом Я сказал Нет сомнения Господь заботился О всех тех людях Откройте послание Евреям 10.38 Хочу прочитать еще несколько мест Я заканчиваю Евреям 10.38 Хвала тебе Иисус Слава Богу Вы получаете благословение? Мед сходит по мою голову Джесси Это было раз в 50 в моей жизни Когда как будто мед Начинал стекать по моей голове Знаете, как густой мед В моей жизни это случалось Около 50 раз Но сейчас это помазание Как густой мед Стыкающий на голову Я верю, что Господь Собирается что-то сделать Для кого-то На этом месте Такое помазание не приходит просто так Оно не приходит просто так Оно приходит с какой-то целью Я чувствую, как густой мед Густой мед стекает по моей голове Слава Богу Это присутствие всемогущего Бога, люди Слава Богу Аллилуйя И он приходит И он приходит сюда Слава Богу Да, он приходит Он здесь Он стоит за своим словом За словом Аллилуйя Я сказал, аллилуйя Да, это так Здесь слава Друзья, это так Слава Богу Вы чувствуете это? Да, я знаю Это так Эй, слава Богу Слава Богу Я возвращаюсь к тому, чтобы проповедовать И посмотрите Евреям 10.38 Правильной верой жив будет А если кто поколеблется Мы колебались Джерри, мы колебались Мы колебались Больше так не будет Больше так не будет Мы отступали Мне все равно, что другие говорят Я знаю, что Библия говорит До тех пор, пока я хожу в святости И в праведности И в освящении И делаю то, что мой Господь Говорит мне делать Я собираюсь получать Благословения Во всякое время Я не забочусь о том, что Кто-то этого не любит Они не могут остановить меня Пусть тогда они родятся свыше И придут в семью Божью Я не прячу мои благословения От членов моей церкви Я хочу, чтобы они знали о том, что я благословен Я не хочу проповедовать о Боге Который беден и не может позаботиться о своих слугах Вам лучше перестать колебаться и отступать Здесь говорится Правильной верой жив будет А если кто поколеблется Не благоволит к нему душа моя Посмотрите, Евреям 11.6 А без веры и возможно угодить ему Ибо надо нам, чтобы он, приходящий к Богу Должен верить, что Он есть И не только, что Он есть Но и то, что Он тот, кто вознаграждает Бог вознаграждающий Те, кто верит в Него и ищет Его Я сказал, Бог вознаграждает А Он не грабитель Он вознаграждающий И когда Бог начинает вас награждать Никто не может остановить Его Одна из причин, почему Господь дал мне такое сильное послание Я из маленького городка Деррел Это номер один Во-вторых Я темнокожий человек Не забывайте, я богат Очень богат Темнокожий человек Я не говорю о маленьких деньгах или акциях Я говорю о наличных Вот почему мы собираемся летать на Сайтейшн Тен Я уступаю моим старейшинам Но я летаю на нем Это самый лучший Самый быстрый Давайте откроем 117-й псалом Нет Обратимся к книге Иова Глава 36 И стих 11 Один из моих любимых стихов Потому что это так верно 36 11 Если они послушают И будут служить Ему Они проведут их дни в благоденствии Если они послушают его и будут служить ему Те, которые подчиняются ему и служат ему Они 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 Которые подчиняются И служат ему Они 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 Проведут дни свои В благоденствии И лета свои В радости Как многие из вас подчиняются ему Это одна из ваших лучших способностей Как многие из вас служат ему Тогда это для вас Скажите, я получаю Сейчас Сегодня У меня нет долгов Не заботьтесь о том, как это может произойти Я действительно Действительно не знаю, как я получил это Знаете? Летать на Сайтейшн 2 Знаете? Знаете, у меня два Мерседеса и Рулс Ройс Открытый Мерседес и Мерседес 500 Вы не понимаете, я темнокожий человек Мы так долго были сзади А теперь мы покупаем все Вам нужно понять меня Мы проводим У нас есть члены У меня есть Подождите минутку Моя жена ездит на Лексусе Моя дочь ездит на Мерседесе И я не хочу этого скрывать Я имею ввиду У меня все Кока-Кола И когда Я еду в своем открытом Мерседесе Я отдаю Господу славу И кроме того Знаете или нет Я купил два мотоцикла И будьте внимательны Когда я подъезжаю к церковной парковке И вы можете поучиться Как надо ездить Видеть, как я там Жи О, и не забудьте Мои собаки Мне нравится Мне нравятся люди С которыми я часто провожу время О, эти ребята Я люблю этих людей И вы знаете Бог взял меня Из той деревни Из маленькой церкви В 35 членов Помазал меня И я встретился с Китом Баттлером С одним из моих лучших друзей И они повлияли на меня Джесси О, Иисус Это просто, знаете, произошло Это сверхъестественный народ Что я стараюсь вам сказать Что я стараюсь вам сказать Бог Не Взирает На лица Скажите Ему Если ты это сделал Для героя Господь Тебе нужно это сделать И для меня Я имею ввиду Один стих еще Нужно два еще Еще один Вы голодны, по слову народ? Псалон 117 Я устал ждать Скажите Я устал ждать Я устал ждать Это не займет 5 лет с этого дня Это не займет 10 лет с сегодняшнего дня Это не займет весь следующий год Наш Бог Сверхъестественный Бог И Он делает сверхъестественные вещи И Он может сделать их для вас Прямо сейчас Хоу Аллилуйя Скажите Богу Я больше не жду Я хочу Чтоб ты двигался В моей жизни Прямо сейчас Ууу Иисус Слушайте Слушайте Стойте Не садитесь Я хочу Чтоб вы встали Слушайте Это Господь Собирается Сказать Прямо сейчас Слушайте Слушайте Что Господь Собирается Сказать вам сейчас Слушайте Слушайте Мы ждали Слишком долго Мы исповедовали Исповедание Исповедание Это правильно Но есть время В методе Исповедания Когда Он Переходит В метод Принятия Вы помните Иисус Сказал Когда Он Говорил о Семени Он сказал Вы не знаете Как Вам не нужно Знать как Вы знаете Почему И вы знаете Кто Я получаю Это Вам не нужно Знать как Вам не нужно Заботиться О том Как это Произойдет Не забудьтесь Кого Он Собирается Использовать Чтобы Сделать это Просто Знать Что Оно Должно Быть Сделано Я верю Ты бы Мог Поиграть Хорошо Да Это Произойдет Народ То Что Вы Делаете Это Должно Быть Сделано Возьмите То Что У вас Есть Бог Сделает Свою Часть Многие Не хотели Чтоб Мы Поднимались О О чем Ты говоришь Это Произойдет Здесь Есть Помазание Слушайте В Салме В Салом 117 Вы Готовы Я Собираюсь Заканчивать Вы Готовы Мы Заканчиваем Кто Может Уже Хочет Попить Лоды Вы Готовы Салом 117 Я Говорю Об Евангелии Преуспевания Когда Люди Стараются Сказать О Пишут Книги Об Евангелии Преуспевания Мы Видим Что Бог Это Бог Преуспевания Вам не нужно Быть в каком-то Дисбалансе Или волноваться Из-за того Что вы Богаты Все Те Большинство Из тех Людей Которые Говорили Епископ Баттлер Говорил Что Они Способны Давать Та Женщина Которая Построила Дом Ей Не Пришлось Вызывать Финансового Подрядчика Чтобы Увидеть Будет ли Хорошо Построить Комнату Для Божьего Человека Она Не вызывала Подрядчика Когда У вас Есть Деньги Вы Не Ведете Каких-то Там Особых Переговоров Вы Просто Вызываете И Говорите Им Прийти И Сделать Большинство Из вас Знает Как Получить Исцеление Да И Вы Знаете Как Молиться Но Не Все Знают Как Получать Деньги Самое Большое Бедствие В теле Христовом Мы Видим Это В Иоиле Не Забывайте Этого И Будет После Того Вначале Приходят Деньги Стих 23 117 Псалом Замечательный Мне нужно Нажать Так Только Стоп Они Показывают Что У меня Еще 59 Минут Я Так Хорошо Проповедовал Они Хорошо Идут Они Дают Мне Еще Время Хорошие Часы Как Многие Из вас Действительно Благословлены Видите Это Не Моими Знаниями И Силой Но Его Духом Я Не Элегантный Спикер У меня Нет Двух Докторских Степеней Главное Я Двигаюсь За Святым Духом И Поэтому Я Не Стараюсь Я Не Стараюсь Произвести Впечатление На Кого Либо Понимаете О чем Я Говорю Но Когда Я Проповедую Помазание Высвобождается И Вы Увидите Изменения У У Вас Будут Сны И Видения И Откровения Вам Нужно Повернуться К Другому Человеку Потому Что Что Вы Услышали На Этой Неделе И Вам Нужно Повернуться К Другому Человеку И Другой Женщине И Сказать Ваше Собрание Не Сможет Узнать Вас Стих 23 Псалом 117 Вам Нужно Вам Нужно Держать Библию Открытой На Этом Месте Это От Господа Думаю И Есть Дивно В Наших Глазах И Мы Собираемся Сказать Это Сегодня Хочу Еще Вот Что Сказать Господь Ждал Этого Собрания Говорю Вам Говорю Вам Пасторы Вы Возлюбленные И Добрые Потому Что Это Часть Вашего Помазания В Нем И Так Как Вы Смиряетесь Перед Коплендами У Бога Есть Больше Для Вас Сыновья Ему Нужны Такие Люди Как Вы Не Все Подходят Для Такого Положения В Котором На 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 Особенных Позициях У них Особенные Связи Но Эта Позиция Именно Для Вас Это Нелегко Делайте Просто То Что Вам Нужно Делать Это День Который Господь Сотворил День Который Я Получаю Мои День День Который Я Выхожу Из Моих Долгов День Когда Я Прекращу Понапрасну Беспокоиться И Сражаться Сегодня Я Позволяю Богу Быть Богом В Моей Жизни В Каждой Каждой Сфере Сегодня Когда Люди Божьи Летят На Совершенно Новых Самолетах Это Сегодня Посмотрите На Кого И Скажите Это Мой День Скажите Кому То Еще Это Мой День Скажите Это Мой День И Это Сегодня Это То Что Господь Соделал И Мы Будем Радоваться Радоваться И Будем Радоваться И Будем Радоваться В Нем Это Тот День Это Тот День Это 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 Сегодня Слава Богу Слава Богу Слава Богу Это Сегодня Это Это Сегодня Это Аллилуйя Это Сегодня Это Так Это Так Это Так Слушайте Это Сегодня Этот День Затворил Господь И Мы Будем Радоваться И Веселиться Перед Ним Смотрите Смотрите Я Я Сказал Посмотрите На Это Спаси Ж Спаси Теперь Молю Тебя Господь О Господь Молю Тебя Пошли Теперь Теперь Дайте мне музыку Дайте мне музыку Забудьте Сколько времени Сейчас Дайте мне музыку Но нужно здесь Потанцевать Я объявляю освобождение От долгов Вы без долгов Я провозглашаю Вы без долгов Вы без долгов Дайте музыку Кто-нибудь Помогите мне с музыкой Сейчас Это Кто-нибудь Помогите мне Кто-нибудь Помогите мне Это Это Сегодня Это Сегодня Кто-нибудь Помогите Мне Кто-нибудь Помогите Мне Кто-нибудь Помогите Мне Танцуем Радуемся Кричим Давайте Кто-нибудь Помогите Мне Это 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 Давайте 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 же Давайте же Эй Давайте кто-нибудь Помогите Мне Слава богу Это Сегодня Это Сегодня Давай Давай Танцуем Танцуем Давай Давай Танцуем Давай Танцуем Сейчас То, о чем я проповедовал Здесь не место Слава бегому Грустному танцу С чем можно соединить Эту грустную танцульку Если вы не будете Танцевать с полной радости Тогда на сегодня Для вас Это уже все И вам лучше сесть И тогда для вас Ничего не произойдет Вы поймите Это сегодня Я сказал Танцуйте Потому что Это сегодня Сейчас Танцуйте О, Иисус Благодарим Господь Это сегодня Это сегодня Вот о чем я Вот о чем я говорю Танцуйте Радуйтесь Спасибо Господь Спасибо Господь Спасибо Господь Спасибо Господь Спасибо Господь Да, я принимаю Это сегодня? Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, Аллилуйя! Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, Аллилуйя! Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, Господь, спасибо, Господь! Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, Иисус! Спасибо, Иисус, спасибо, Иисус! Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, Иисус, спасибо, Иисусу, Аллилуйя! 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 Теперь, послушайте это, потому что, находясь прямо в середине этого, вы и я собираемся получать. Это новый уровень. Тело Христово никогда не пребывало в таком положении ранее. Никогда. Я никогда не был в таком месте ранее. Мы на новой позиции, на новом месте. Подойди и постой рядом со мной, потому что мне нужно сказать кое-что, о чем я никогда не говорил публично ранее. И я, я хочу того помазания, которое на тебе. В году, когда Глория и я впервые оказались в этом служении, я увидел это. Я был студентом в университете Орала Робертса. Я начал получать такие вспышки, очертания этого. Я прочитал книгу Орала Робертса о сеянии и жатве. И я имею в виду, я почувствовал пламя, и яркий огонь возгорелся в моих костях. И я жил с этим ночью и днем, днем и ночью. Все, что я видел в Писании касательно этого. И я был просто поглощен этим. И я начал проповедовать послание веры. Мы принялись за это во второй половине 1967-го, и затем продолжали в 1968-м году. И затем Господь сказал, я не хочу, чтобы ты шел в церкви, а хочу, чтобы ты организовал свои собственные собрания самостоятельно. И сказал, иди и делай то, что я сказал делать. И мы принялись делать это. И спустя небольшое время, Глория и я, с того времени, как мы были в этом служении, через 11 месяцев у нас уже не было долгов. Это как уже брат Лерой сказал. Говорю вам откровенно, нам трудно было понять и представить, как это все произошло. Это просто случилось. И мы вышли из долгов. Итак, это был наш стиль жизни. Это был стиль жизни для нас по Божьему предписанию. Мы совершали некоторые отвратительные ошибки, следуя по этому пути. И мы получили много, много помощи в то время, когда совершали те ошибки. И люди надеялись, что мы потерпим поражение. И потом... Господь сказал, я хочу, чтобы ты начал семинар под названием «Законы преуспевания». И это то, что я изучал все то время. Есть законы, которые управляют этим. Есть законы, которые управляют изобилием. И это те же законы, которые производят галактики. Те же законы, которые производят рыб в море и все вокруг. Я не знал, как это выйдет из моих уст. Я не знал вначале, как мне это проповедовать. И вещь, которой я больше всего боялся, это встать перед собранием полного людей и сказать им, что это неправильно — брать деньги взаймы. И как они посмотрят на меня. Я смотрю на это сейчас и вижу, как это произошло. Но тогда я не знал, как оно все будет. Бог не показал мне, что может впереди. Он просто сказал мне, иди и делай это. Когда я начал проповедовать о долгах, базовая ставка по кредитам была 4%. Теперь, великое пробуждение исцеления пришло в конце 40-х годов, но в то же самое время Бог поднял сообщество евангельских бизнесменов. это должно было вылиться в финансовое пробуждение, одновременно с исцеляющим пробуждением. Но этого не произошло. И вот я пришел 20-ю годами позже. Я проповедую Слово Божие по поводу долгов. То же самое, что я проповедую и сейчас, и ничем не лучше, чем раньше. И у меня были друзья в сообществе бизнесменов полного Евангелия, которые начали приходить ко мне и ругать меня, злиться, кричать на меня иногда через стол в ресторане. И все же я не остановился и не обращал внимания. Мне было все равно. Я знал, что мне нужно было делать. Я просто продолжал пахать. Год за годом. Я все равно делаю это, да будет Бог благословен. И если есть что-то, что сделало меня сильнее, это то, что я был среди всего этого преуспевающим. И служение начало расти и преуспевать. Бог мой, мы процветающие. Я научился, как и ходить в этом. Наш бюджет рос, и деньги текли. Слава Богу! И люди получали исцеление и освобождались. В то же самое время и великие чудесные дела происходили вокруг нас. Вдруг у меня появился четырехмоторный лайнер. Многие люди стояли с открытыми от удивления ртами. Они говорили о нас, у них ничего не получится, но у нас получилось. И мы продолжали двигаться в этом. И слышите, что произошло. Мы начали собрание веры в Анахайме, в Калифорнии. О, я думаю, ты был на одном из них. Вероятно, на одном. И я проповедовал и учил почти в точности те послания, которые вы слышите о том, что касается долгов, и что Бог хочет делать, и о том, что наш образ жизни должен быть подобен семени, а не нужде. И мы должны стремиться к этому. И я проповедовал об этом. один из мужчин, который был приглашен на эту конференцию учить и проповедовать, поднялся прямо за мной и осудил каждое слово из моей проповеди в своем послании. И тогда сначала, знаете, я не ожидал этого. Это было так трудно для меня внутри, как некая затворка внутри. Но я сохранил достоинство, слава Богу. Знаете, я проповедовал, и они не знали многого. Следовало знать, что они не знали. И я не ушел. А затем другой проповедник Евангелия, он просто пришел как гастер, брат гроза, среди мужей и жен, которых помазал Бог проповедовать слово веры. И он сделал то же самое. Теперь, они не чужие для меня. Они очень, очень хорошие, очень хорошие мои друзья. Один из них позвонил и ужинал со мной и объяснял мне, почему он против этого. Он по-прежнему в чем-то не согласен со мной. Но он по-прежнему, мой друг, а я его друг, он проповедует то, что он проповедует, я проповедую то, что я проповедую. Я знаю и делаю то, что мне нужно делать. И я продолжаю делать это. И главная причина, почему я это делаю, потому что это работает в моей жизни. И вы знаете, это длится годами. И в одну из ночей, под помазанием Бога, Дух Божий заговорил ко мне. И он сказал, «Не проповедуй законы преуспевания больше до тех пор, пока я не скажу тебе». И я выпрямился и сказал, «Почему?» Я сказал, «Господь, если бы я проповедовал спасение, и кому-то это не понравилось, сказал ей бы ты, Господь, что бы я об этом не проповедовал, или если я проповедовал крещение Святым Духом, и кому-то это не понравилось, друг или не друг, кто бы то ни был». Он сказал, «Спасение и крещение Духом Святым является абсолютной необходимостью для небес». И в время, когда я это услышал, я думал, «Я понимаю это все, но теперь, оглядываясь назад, я знаю, я этого не понимал. Знаете, я не знал о том времени, в которое мы пришли сейчас. И я хочу сказать, мы находимся в другом времени. И вот что я хочу, чтобы вы увидели». Он сказал мне, «Преуспевание в финансах – это привилегия и честь». И он сказал мне, «У меня есть работа касательно восстановления и есть противостояние слову веры. Но ты продолжай, как ты и идешь. Конечно, ты живешь им, ходишь им, и не отказываешься от этого. Но он сказал, «Не бери это как тему и не проповедуй до тех пор, пока я не скажу этого делать». И время шло. И время шло. И вдруг, внесапно, процентная ставка достигла 20%. И я оглянулся назад, вспоминая тот разговор, и сказал, «О Господь, теперь я понимаю, что ты делаешь. Ты стараешься защитить тело Христова против всего этого финансового хаоса. Ты стараешься, чтобы мы встали и самостоятельно шли путем экономики Царства Божьего, шли путем небесной экономики. Ты даешь нам ключи и направления среди этого беспорядка и хаоса». И один из людей, который кричал на меня за столом в ресторане в тот вечер, выяснилось, что ему пришлось покинуть город, в котором он жил, потому что у него был заем первоначально под 4%. А теперь ставка по кредиту стала 20%. Ему пришлось тяжело. Возникла угроза разорения. Это сильно ударило по нему. Конечно, с такими процентами иначе и не могло быть. Знаете, больше ему не хотелось вспоминать тот день, когда он кричал на меня. Больше никогда не вспоминал. Приятный человек, хороший друг. Конечно, и я не ворошил прошлое. Но теперь вы и я находимся в другом дне. Это стало необходимостью в наши дни. И мы не собираемся отступать, и мы не собираемся отступать. Бог не собирался ни в коем случае отодвигать нас обратно. Мы продвигались вперед. Аминь. Теперь в этом есть смертельная угроза. Есть смертельная угроза для тех, кто сражается с этим. И есть смертельная угроза для проповедников, которые стараются манипулировать деньгами и прикарманивать себе деньги. Которые думают, что проповедность преуспевания – это способ набрать деньжат. У вас будут большие проблемы, если вы в этом замешаны. Спасибо, доктор. Спасибо большое. Слава Господу, что ты с нами. Это предупреждение? Это предостережение? Это послание? Это откровение? Для вас? Вы, кто присутствуете здесь, все, что поднимается против этого откровения, вы проверяете. Смотрите. На собрании, как это. До тех пор, пока вы не выйдете полностью из вашей системы, храните ваш мир, потому что есть что-то противящееся у вас внутри касательно этого. Это и есть традиция и религия. И некоторые из вас все еще там. Оставайтесь спокойными и оставайтесь в общении с такими мужами и женами, как на этом собрании. То же самое отношу и к себе с мужами и женами, как эти. Я бывший баптист. Будучи баптистом, я не знал о крещении Святым Духом. Я не знал ничего, кроме того, как идти на небеса. Но Бог, через слушание Его кассет, день и ночь о праведности Божьей, это очистило меня от грязи, и я понял, что я не негодный человек, а спасенный по благодати. И я праведность Божья во Христе Иисусе. И с того момента это просто начало происходить, происходить, пришли изменения и изменения. Поэтому, если вы не бывали на собраниях, как это, может, вы и не поняли все, о чем я говорил сегодня, но брат Коплин предупреждает вас и говорит вам, «Это другой день». Да, это так. Господь Иисус готов вернуться, и для Него, чтобы вернуться, мы должны находиться в правильном месте. Это все еще привилегия и честь. Но теперь это необходимо, потому что мы на часах Господа. Это собрание сегодня. Святой Дух проговорил ко мне, и Он сказал, «Это собрание прямо сейчас находится в таком месте, где они могут верить, употреблять веру на этом уровне». Итак, я прочитаю вам. Иисус сказал, «Я говорю вам, не забудьте для души вашей, что вам есть, и что вам пить, и для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи, а тело не больше ли одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить роста хотя бы на один локоть? И о в одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии. Скажите это громко. Полевые лилии. Скажите это так. Я не считаю. Полевые лилии. Хорошо. Как они растут? Они не трудятся, не придут. Но говорю вам, послушайте внимательно, потому что это здесь написано для вашей жизни. Но я говорю вам, что и Соломон в скобках самый богатый человек в Ветхом Завете во всей своей в скобках в Ветхом Завете в скобках следите за мной? не одевался, как всякая из них в скобках полевые лилии. И слышите, если же Бог так одевает траву или лилии полевые в скобках лучше, чем самого богатого человека в мире во времена Ветхого Завета, которое сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, не лучше ли он оденет вас, не лучше, чем Соломона? Лучше, чем лилии полевые, которые значительно более велики в своей красе, чем Соломон во всей своей славе. Это Новый Завет! Богатый! И здесь совершается как для лилии. И лилиям не надо ничего делать. Они просто являются лилиями. Просто являются лилиями. Аллилуйя! Просто лилии! Аллилуйя! Кеннет, Будь внимателен! Потому что приближается время, когда многие вещи, которые будут предприниматься правительством, не будут работать. Это время близко. И когда упования на их помощь слишком много, это все равно, что плыть среди водопадов. Ты находишься в лодке, и многие лозунги умерли, и тебе лучше выйти из лодки. Аллилуйя! Дораси – молитвенница. И она – молитвенный партнер, сестра моего отца. Она – молитвенница. Эти женщины молятся за меня годами и годами и годами. И когда кто-то из них говорит что-то, я слушаю. Все эти правительственные субсидии, и это тесное общение с политическими партиями, потому что они покупают ваши голоса и говорят вашим собраниям, что вы должны голосовать за этих людей, потому что они помогут с финансами, а вы сидите в готовности. Эй, ваш двигатель скоро остановится, и ваши лодки все еще плывут среди опасных водопадов. Я поднимаюсь, потому что мне нужно идти по воде. Аллилуйя! О, слава Господу! Слава Богу! Брат Коплин сказал, что мы находимся в новом времени. Можно ли мне дать абсолютно библейское доказательство, что мы в нем? Мы возвращаемся в ту же самую вторую главу Яиля. Имейте в виду, что двойная ссылка Слова Божьего относится как к Израилю, так и к церкви. Вспомните Галатам 3, где благословения Авраама приходят к нам через Иисуса Христа. Когда мы возвращаемся в книге Яиля 2, и когда соотносим это со стихом 18 и немного выше, где брат Томсон начал сегодня днем, пророчество относится к восстановлению земли израильской, даже включая тихих животных, прежде чем это придет к людям. Это восстановление началось более 50 лет назад. Сегодня оно в своем пике. Это абсолютное свидетельство, без всякого сомнения, и мы сейчас находимся во времени, о котором только что сказал брат Коплин, и у нас есть полное право провозглашать наследие, которые наши. Да, это так. Итак, Бог привел нас на новый уровень, этот день, сегодня, сегодня, мы вышли на новую равнину. Мы вышли и поднялись выше, поднялись выше полевых лилий, значительно больше Соломона, больше полевых лилий. Мы вступили в славу Нового Завета, и мы получим это. И мы получим это прямо сейчас. Слава Богу! Аллилуйя! Позвольте мне вам сказать, что Бог сказал мне сегодня днем. Перед ланчем сегодня я задувал этот вопрос снова и снова. Я спросил, Господь, почему так важно иметь самолеты? Почему это так важно в моем служении? Почему Господь придает этому такое внимание? И сегодня Дух Божий сказал мне почему. Он сказал, самолеты занимают такое особенное положение, что даже некоторые богатые и приступающие бизнесмены не думают о том, что они могут ими обладать, только действительно имеющие специальное видение, прогрессивные компании обладают самолетами и имеют летные отделы. И даже те компании осторожны с этим. Знаете, что они иногда готовы сократить или урезать финансирование тем летным отделам? Знаете что? Знаете что? Большие компании, большие, с миллиардным, миллиардным, миллиардным состоянием. Они иногда переходят на меньшие самолеты, чтобы акционеры чувствовали себя счастливыми, когда в действительности им нужен Боинг. Но нет, они хотят того, чтобы сказать акционерам, «О, да, я председатель совета, и я так заботюсь об экономии, так что у него маленький 20-миллионный реактивный самолет». «Тот же дьявол». И они не хотят предпринимать чего-то большего. Бог сказал мне сегодня, «Самолеты — это знамение». Что происходит, когда этот большой серебристо-голубой 747-й приземляется с президентским гербом на его передней части? Это говорит о том, что он представляет США, а не самолет Билла Клинтона. что этот самолет принадлежит Соединенным Штатам. И когда он прилетает в город, Америка-то! Мне все равно, в какой вы стране, но они почти дрожат, видя, как садится эта большая голубая птица. И нет никакой причины беспокоиться. Это красивое, захватывающее зрелище. Амэн! Что я вам говорю? Бог говорит, «Я потрясу мир целым флотом, что превзойдет все, о чем когда-либо они мечтали». 5 сантиметров и фариконов 50. Слава Богу! Аллилуйя! Давайте, выйдем! Давайте расширимся! Давайте провозгласим! Отец, мы получаем это! Мы получаем Твое обеспечение, превосходящее полевые линии и цветы из сада, значительно более того, что предоставлялось от Твоей славы в Ветхом Завете. У нас есть помазание Иисуса. Мы тело Христова. Мы выступаем на эту арену, и мы занимаем наше место. Мы наступаем на погребальный костер. Мы не люди, которые постыжены. Мы люди славы. Аллилуйя! 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 Сегодня тот день. Сегодня этот тот день. Запомните этот день. Отметьте его в своей памяти. Тебя слово берем. Когда я была маленькой девочкой, я молилась молитвой. Я прочитала в Библии. Когда была последняя вечеря, они запели гимн и вышли. Я помню, как я молилась в церкви, и я спросила, «Господь, какой гимн они пели?» Потому что было бы замечательно знать это. Благодать приносила бы уверенность. Затем я ездила в Израиль и изучала древний иврит. «После того, как умер мой муж, я узнала, что псалом, который они пели...» Это был 117-й псалом. Это псалом, который они пели. Камень, который отвергли строители. Пойте сейчас. Пойте сейчас. Воспевайте преуспевание. Это песня, которую он пел, когда пошел на крест. Он получил это для нас 2000 лет назад. Теперь я узнала это. Также, благословен Господь, «Может ли мне помочь, брат Копленд?» Это чаша. На том пасхальном вечере у них была... Я не хочу... Я не хочу повредить ковер. Окей, хорошо. На пасхальном вечере у них было 4 чаши. Они по-прежнему делают это, когда берут хлеб и вино. И я совершала это с ними. Вот как вы наливаете эту чашу завета. Вы молитесь над вино, вы произносите особенное благословение и отделяете его от другого вина. Затем вы наливаете его таким образом. И вы льете, и льете, и льете. И для вина не остается ничего другого, как переливаться через край. Это и есть чаша завета. Теперь, теперь... Вот так вы наливаете. Теперь... Теперь... Постой, оставайся со мной. Подожди минуточку. Я покажу вам что-то. По Ветхому Завету. Принесите мне маленький стакан. Принесите мне маленький стакан. Мне нужен пустой стакан. Маленький стакан. Держи его. Переверни его. По Ветхому Завету. Это... Был Дух Святой. Теперь крещение Святым Духом в Новом Завете. Теперь переверни его. Теперь принесите мне больше. Немного больше воды. Теперь... Прямо там спасение. Это крещение Духом Святым. Все, что связано с Новым Заветом, это переливание через край. Всегда это переливание через край. Это переливание через край. Это Евангелие переливание через край. Это Евангелие переливание через край. И снова... И снова, главная причина всего этого, ключевой момент этого, это благодать Бога. Благодать Бога. Сантейшн 10, Фалькон 50, и все остальное, и весь этот флот 747-й, и все, и все другие вещи, и академии по подготовке пилотов, и подготовка механиков, академии и школы для них, и по подготовке проповедников, и все в этом роде. И все из этого не приходит из биржевого рынка. Это не приходит от горстки богатых людей, которые положили основания. Это исходит от благодати. Это выходит от вас. Это исходит изнутри вас. Когда проповедник проповедует, то люди получают помазание. Наш Господь Иисус Христос, «Будучи богат». Обнищал, чтобы мы обогатились. Это благодать. Это благодать. Вы нуждаетесь возрастать в этой благодати. Аллилуйя!